Всем привет, на связи Якимов Игорь. В прошлом ролике я рассматривал, как подобрать сечение проводов и автоматы защиты для электропроводки. Но забыл упомянуть, что таблицы в этом ролике действительны, если используются кабели, которые действительно соответствуют заявленным характеристикам. Некоторые электрики и продавцы обманывают, применяя и продавая некачественные материалы. В редких случаях они это делают из-за своей некомпетентности. Провода и кабели могут соответствовать ГОСТ, ТУ и ИЭЙСИ. ГОСТ – это государственная стандартизация, пришла со времен Советского Союза. ТУ – это технические условия. Они создаются самим предприятием-изготовителем под выпускаемую продукцию. ИЭЙСИ – это соответствие регламентам и требованиям Евроазийского таможенного союза. Любой кабель или провод соответствует ТУ. Это технические условия, по которым он изготавливается на предприятии. Но для того, чтобы он стал соответствовать ГОСТ или ИЭЙСИ, он должен пройти сертификацию на соответствие техническим требованиям, предъявляемые данными стандартами. Если кабель или провод выпущен заранее с заниженными характеристиками, то он эту сертификацию не пройдет. И на бирке провода или кабеля вы не найдете значка ГОСТ или ИЭЙСИ. Кабели, которые соответствуют ГОСТ или ИЭЙСИ, действительно соответствуют заявленным характеристикам. Это сечение токопроводящих жил, материал жил, материал и толщина изоляции. Именно эти провода я рекомендую для прокладки в вашей квартире или доме. Рассмотрим отличия проводов ТУ и ГОСТ. Технические условия каждое производство пишет под себя. И в результате сечение проводов может быть на 20-30% занижено. Так кабель с сечением 1,5 мм квадратных может быть в реале сечением 1,1 до 1,3 мм квадратных. А кабель с сечением 2,5 мм квадратных может быть сечением от 1,8 до 2 мм квадратных. Естественно, он рассчитан на более низкий ток, так как сечение жил кабеля ниже заявленного. Нередко используется неочищенная медь, из-за чего сопротивление провода также не соответствует заявленному. Кроме того, в этих кабелях могут быть проблемы с изоляцией. Она, как правило, тоньше. Кроме того, могут быть использованы некачественные материалы. Мне как-то приходилось ремонтировать проводку зимой в гараже. Изоляция трескалась при температуре минус 5 градусов. Это был кабель ВВГНГ, который допускает прокладку при температуре до минус 15 градусов. Иногда возникали проблемы с зачисткой кабеля ТУ. Изоляция жил буквально слепалась с общей изоляцией кабеля. Самое интересное, что это не подделка из Китая. Эти кабели может производить одно и то же предприятие. Только один кабель будет ТУ, а другой кабель будет ГОСТ. Это можно увидеть на бирке кабеля. Но продавцы могут эту бирку подменить. Точно так же под сертификатором кабеля ГОСТ могут продавать кабель ТУ. Так что будьте осторожны. Как застраховать себя от покупки некондиционного кабеля? Лично я всегда покупаю кабель в проверенных местах, где меня хорошо знают. Там продают кабели и ГОСТ, и ТУ. Я прошу кабель ГОСТ, и мне его продают. Он по цене может быть процентов на 30 дороже. Если вы покупаете кабель, не ищите кабель подешевле. Легко нарваться на кабель, который соответствует ТУ. Проверяйте бирки на бухтах, с которых вам отрезают кабель. И проверяйте сертификат соответствия. Но напоминаю, что их могут подделать. Для надежности проверяйте сечение жил кабеля микрометром или штангенциркулем. Для этого лучше замерить диаметр всех жил кабелей. И проверить соответствие их диаметра сечению по таблице в слайде. Также можно сечение жил кабеля определить по формуле. Число Пи умножить на диаметр провода в квадрате и разделить на 4. Эту формулу можно запомнить на случай, если нет возможности посмотреть таблицу. Чтобы не было проблем в будущем, от покупки кабеля ТУ лучше воздержаться. Потому что, кроме пониженного сечения, сложно даже предположить, что от него в будущем можно ожидать. Если кабель ВВГ-НГ, которым я обычно прокладываю проводку, рассчитан на эксплуатацию более 30 лет, то для кабеля ВВГ-НГ, который соответствует ТУ, нет вообще никаких гарантий по сроку эксплуатации. И эти пресловутые технические условия, по которому сделан этот кабель, вы вряд ли где найдете. Кабель ТУ могут продавать продавцы на рынках и в магазинах, как умышленно, так и по незнанию. Они знают, что дешевый товар лучше продается. Особо не разбираясь в качестве электротехнической продукции, чтобы продать товар, они могут вас заверить, что продукция высокого качества. Также могут этот кабель принести и электрики для монтажа в вашей квартире. Они это могут сделать из-за своей низкой квалификации, не понимая, что будут укладывать некачественный кабель. Но могут это сделать и умышленно, беря деньги заказчика как за кабель ГОСТ, а укладывая кабель ТУ, разницу в стоимости просто положат себе в карман. Покупайте кабель только тот, который соответствует ГОСТ. Если у вас работают приглашенные электрики, проверьте, чтобы они работали только с ГОСТовским кабелем. Это важно. Я думаю, на этом тема раскрыта. Если у вас есть свои соображения по этой теме, пишите в комментариях. В следующих роликах я продолжу тему электропроводки. Так что подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Делитесь роликом с друзьями, чтобы они тоже знали об этом обмане. Ставьте лайк и до встречи в новых роликах.